доброе утро друзья давно что-то не ловил на микроджиг и вот сегодня хочу половить помикрушить маленькие приманочки легкие веса но с лодки потому что с лодки рыбалка всегда эффективнее вы можете стать где угодно даже в тех местах которые недоступны с берега и наверное это самый большой плюс вы можете обловить любой рельеф который вам недоступен с берега и ловля с лодки она интереснее она активнее и она всегда результативней лодочка у меня это power berger rock 230 и чему мне нравится у него есть пол вот он из стеклокомпозита который закрывает всю длину водки на котором удобно стоять размяться постоять половить посидеть очень удобно ну что друзья пойдемте поищем на воде красота и гладко все замечательно каждый всплеск каждое проявление рыбы видно поэтому он будет искать проще хотя бы мирную рыбу где она сконцентрирована но на самом деле я места все знают поэтому я еду сразу по точкам на которых на мелководных ловится пиннинг который сегодня с собой взял это херти райс rock and force 2 модель 692 ксу длина 2 метра 6 сантиметров и тест от 0 5 до 5 грамм хороший спиннинг для микроджига для ваблер очков для блесен то есть такой универсал но у него тубулярная вершинка которая очень информативная очень такая деликатная хорошо показывает работу на микроджиге по низам но не 0 5 конечно же но полтора грамма я ловил и контакт с приманкой у меня был да это все было на коротке но все-таки спиннинг очень хорошо показывает и информативно касание 1 при ловле на микроджиг на спиннинге у меня установлена катушечка дайва флой гауте размер 2000 хорошая катушка очень давно у меня работает трудится делаю вовремя то в принципе катушка всем устраивает и намоткой и по работе и по эргономике по весу подходит 2000 не к данному спиннингу оптимально на катушке мне намутан шнурочек яматоя light game 03 п е хорошие шнуры яматоя в микроджиге я ими ловлю и на вайте ловлю да есть лучше есть хуже все относительно друзья но мне нравятся эти шнуры за эту цену и они неплохо держат абразив сюгой тут проблемы она тут есть но у меня не ловится редко-редко поэтому я буду применять поводок из люрокарбона диаметром 0 18 миллиметров длиной где-то 40 сантиметров к шнуру я привязывать через небольшой вертлюжок ну а на конце поводка у меня микроскопическая застежка что же выбрать по приманочкам кстати приманки в иван вурс переходим по адресу выбираем смотрим хорошие приманки на самом деле у меня обновление было ну довольно таки давно вот именно этой формы луни т.л 2 дюйма хорошая форма рабочая вибро хвостик в разных расцветках вы видите фиолет желтая красная да такая кола с которой я начинал знакомства с этими приманками белый цвет тоже после того как я много раз ловил на беленького червячка тоже решил взять активную приманку белого цвета есть листы ручек который еще не разговаривал есть такой кальмар чик который я уже разговаривал вы видели вот но я начну кстати начну я наверное с какой-нибудь активной приманки вот с такой я часто с нее начинаю этот вибро хвост очень хорошо и цвет вы знаете что я люблю яркие цвета ну нравятся они мне и хорошо у меня работа тем более на этом водоеме как раз таки яркий цвет отлично работает на крючке на таком приманка сидит отлично дожжал открыто сильно но мне это и нужно что касаемо веса я выберу что-то небольшое 2 грамма вот грузика 2 грамма будет достаточно я стал на миличок и 2 грамма будет оптимально начнем облавливать мелководья тем более я увидел что здесь есть всплески рыбка тут какая-то присутствует кто-то кого-то гоняет застежка конечно микроскопическая иногда не всегда удобно с ней работать но привыкаю вот так вот это выглядит вся красота что будем пробовать первый заброс забросы недалекий я на лодке тем более 2 грамма я на лодке облавливаю этот рельеф мне нормально по 5 по 10 метров можно перемещаться на одном пятачке стоять и пробрасывать не нужно сверхдальний заброс это делать тут определенный рельеф он тоже не везде он локальный рыбка тут гуляет видно такие разводы кольца это гуляет рыбка какая не знаю что тут может сейчас гулять из мирного ну где мирная там и хищник это всегда так первая рыбка небольшая там есть резко какая-то зацепистая бровочка что ли я не знаю о красавец смотрите какой не брызгайся буйный какой-то побитый немножко на класс вот сумасшедший окунь по окуне соскучился да красавец первая рыбка который открыл сегодняшнюю рыбалку первое есть это хорошо вообще рыбка тут плещется да поэтому я здесь и заикарился тишина надо чуть-чуть по перемещаться по окружности и также с глубины попробую с того места кстати я переместился примерно на то место где клюнул окушок на бровочке сработала поклевка резкая удар похож да на кой кастово есть это он кто-то из них кой кастик небольшой небольшой нас кушал приманочку вот тут недалеко от лодки там где начинается уже резкая такая бровочка спасибо дружок еще один с мелководья на этот такой же что ли а это дружок полосатый перемешку смотрите как он жадно съел приманку до 2 дюйма она вон она там вся там то есть чтобы достать сейчас надо постараться аккуратненько чтобы рыбу не травмировать вот такой красавец ай-яй-яй ничего себе что за рыбка поклевка и сразу стартанула окунь ну очень уж буйный окунь отошел он после нереста полностью как видите ловится небольшие но активный активный и приманочка как раз вот два дюйма размер такой что он универсален он и для маленькой рыбки и для средней если перед носом у крупной рыбы тоже пройдет то то обязательно соблазнится ага без поклевки просто рыбка подсела и рыбка тяжеленькая ну для микроджига друзья она тяжеленькая так кто не хочет сдаваться ну не даже фрикционно расслаблю пусть лучше погуляет немножко мне интересно что за рыба у меня такое ощущение что это неправильная рыба да это неправильная рыба вот она друзья я думаю вы увидели кто это да я думаю кто тут плещется вот кто здесь плещется вот этот красавец карась который меня любит и всегда меня посещает хорошая рыба приятная рыба тем более даже вот так вот заплавник на на тут есть зацепил я конечно сначала не понял что это такое вот проказник набежала стучка друзья лёг немного закончился я хочу за одну поперемещаться и половить в других местах более глубоких потому что на смене давления рыбка себя по-разному ведет надо экспериментировать как вы видите есть весами экспериментирую и с местами ловли ну и соответственно хочу сейчас пройтись на более глубокое место где-то в районе пяти шести метров глубина также есть небольшой рельеф на котором держится рыба проверим как она будет в этом месте в каком состоянии будет ли она ловиться кстати хочу сказать что по лодочке маленькая лодка компактная да много вещей сюда погрузить не получится но все-таки для одного для вот таких вот рыбалочек на небольших водоемах лодка подходит оптимально на ней можно стоять уверенно стоять и ловить да ни волну не ветерно понятное дело лодка маленькая но в целом очень комфортно очень удобно стоять его ведь и и что интересно она легкая она очень легкая и по воде когда нами идешь она очень такая маневренная скользкая но вы знаете что плоскодунки они ну просто напросто скользят погладим по воде не иметь намного лучше и дуть келевые на веслах я имею ввиду быстрее и маневреннее хорошая водочка мне нравится доволен выбором и небольшая и легкая и устраивает меня для разных водоемов новое место и новая приманка давайте по давайте поэкспериментируем возьмем вот такой три строчек называется он вибробласт 2 дюйма цвет pink лох более натуральный проверим и активную тоже форму такая червеобразная да ну и цвет более такой натуральненький посмотрим как сработает и я заодно утяжелился потому что тут ну сами понимаете чуть глубже и место и нужен вес побольше 5 грамм как плотненько хорошо сидит силикончик такой червячок ну попробуем там глубина поэтому я шпулю открываю чтобы шнур был свободен и приманка более вертикально опускалась на дно быстрее и вертикально рыбка и сразу рыбка а ей до нападение видимо приманка уже приводнилась и рыбка атаковала небольшая а что такое не идет как-то вяло очень кто такой кто-то из вершовых скорее всего до вершик небольшой как ты так умудрился я даже не знаю надо как-то постараться первая рыба на новом месте на эту приманку тучки набежали ветерок рябь я поближе к берегу специально еще пришел чтобы мало ли что можно было быстрее на берег сойти при необходимости ух ты дождик пошел спрятаться быстрее ну что-то как-то погода резко испортилась надо быстренько на берег ну что друзья ветерок стих немножко дождик надо мной тоже закончился но я . если есть и он пошел стороной южнее вот там сейчас наверно поливает очень сильно но в моем месте я думаю еще чуть-чуть подождать и можно начинать рыбалку на что выход номер два вторая попытка он смотрите как там темненько поливает вовсю но у меня уже все хорошо можно выходить на воду ловить но попробуем еще раз как резко меняется погода и как она потом устаканивается после дождика главное что вот это вот ко мне не пришло но не должно а то там темно есть ах что за рыба странная такое поведение непонятное но уход был странненький рыбка целевая до окунь вот он полосатый как-то он приманку подбивает подкусывает как-то вот так вот вроде и интересуется но не так чтобы жадно хапать но все-таки уговорил развею этого твистера кстати первая рыбалка сегодня этой приманки спасибо еще туда же прямо с рельефа здравствуй дорогой тоже наверно окунь а ты сейчас увидим да нет это бершик небольшой но это берш не с первой попытки но рыбка взяла приманку ай-яй-яй сошла рыба ух ну ладно бывает вот да вы что то что там такое как он загибает хертика кто ты кто-то рыба не на самом деле рыба небольшая спиннинг деликатный но все-таки боец хороший о да боец хороший смотрите какой хороший окушок как он скушал приманочку вон она там вся в пасте два дюйма прям заглотил ну такой красавец окунь да оттуда же такой же серьезный нравится мне ловить на микроджиг снасть такая деликатная даже таких вот рыб небольших ощущаешь очень приятные тоже смотрите как и живет пытается сожрать самую шахту все благополучно освобождаются и отпускаются боец окунь хорош хорош красавец на глубине там порядка четырех метров все-таки хорошо что я взял более деликатное удилище вы знаете микроджиг он такой он почему-то манит он более эмоциональные более яркие ощущения приятные чем на более мощный спиннинг микруха на на джиг мормышенко не увлекает вот именно этой магией деликатности этой магией приятных ощущений тем более вы знаете что на микроджиг можно поймать в любом месте любую рыбу которая есть и получить при этом максимум приятных ощущений есть контакт рыбках серьезненькая прям под лодкой недалеко ох как сопротивляется загибает похож да похож на клыка снова он самый именно клыка стик да что ты что ты конечно аппетит у них сегодня хороший так надо аккуратненько вот смотрите легко изъел приманочку легко и также легко отпускаю отгрызли хвостик приманочка работает поэтому возьму такую же пакет достанем свеженькую цвет классный да и приманка принципе неплохо так работает и по окуню и покой кастома с хорошим ударом что за рыбка хорошая такая рыба давить сопротивляется водку разворачивать ну-ка покажешься интересно же на тебя посмотреть судачишка ай-яй-яй мотал вертел не избавился от приманки самого выброса рыбка взялась приманка приводнилась два оборота пауза тук и с выброса красавец как я по нему соскучился друзья как же поэтому красавцу соскучился хороший хороший окунь ну наверное на этой рыбе я и закончу сегодняшнюю рыбалочку спасибо тебе дружок за поклевочку спасибо тебе за подаренные эмоции конечно же расти на берег на берег и еще раз на берег ну что вот и закончилась рыбалочка как я сегодня половил и ветер и солнце и дождь и промок даже но рыбка несмотря ни на что продолжала ловиться и это ведь самое главное друзья микроджик ловит всегда и везде если вам понравилось видео то как обычно лайк подписка колокольчик до новых встреч на новых рыбалках